Друзья, здравствуйте! На территории Акмолинской области вступили в силу изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача. Давайте разберемся в них поподробнее. Но прежде вспомним, что у нас есть объекты, которые не являются участниками проекта АШЭК, и объекты, которые являются участниками проекта АШЭК. Итак, организации дошкольного образования, организации дополнительного образования, а также общежития для проживания обучающихся в организациях образования. Их деятельность запрещена на объектах, которые не являются участниками программ АШЭК, и полностью разрешена на объектах, участвующих в программе АШЭК, при наличии синего статуса нейтрального, либо зеленого безопасного статуса. Деятельность организации среднего образования. Начальные классы с 1 по 4, в международных школах с 1 по 6, и в организациях среднего образования с количеством учащихся до 600, деятельность запрещена для объектов, не являющихся участниками программы АШЭК. Для объектов, являющихся участниками АШЭК, при условии наличия синего или зеленого статуса, деятельность разрешена. В организациях среднего образования свыше 600 учащихся запрещена деятельность объектов, не являющихся участниками программы АШЭК. На объектах, участвующих в программе АШЭК, деятельность подобных организаций разрешена с соблюдением требования по загруженности не более 50% от проектной мощности школы. То есть, если в вашей школе по проекту обучается 800 человек, то на данном этапе количество обучающихся не должно превышать половины, то есть 400 человек. На объектах общественного питания, по типу столовых, без реализации алкогольных напитков, при условии наличия синего или зеленого статуса, на объектах, не являющихся участниками программы АШЭК, деятельность разрешена. В период с 7 утра до 24 часов вечера, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и других мероприятий с возможным массовым скоплением людей. На объектах, являющихся участниками программы АШЭК и при наличии у посетителей или сотрудников зеленого или сильного статуса, деятельность не ограничена. На объектах общественного питания, по типу ресторана, кафе или кофейни, банкетные залы, обслуживание по типу ресторанов и кафе. На объектах, являющихся участниками программы АШЭК, при условии заполняемости до 60% и при наличии у посетителей.